Веселый ветер Это можно объяснить, как ни странно, на примере детской песни. В начале 70-х символом детской песни был вот этот мальчик. Его звали Сережа Парамонов, и он был сыном уборщицы и слесаря с завода Серп и Молот. Существовавшая в стране система поиска и обучения талантов нашла этот бриллиант и сделала его звездой по праву таланта. Впервые его заметили после второго класса в пионерском лагере. Музыкальный работник лагеря специально после смены приехал к родителям, чтобы объяснить, какой у них талантливый мальчик и что его непременно надо учить музыке. Тогда это все было бесплатно, поэтому потом был музыкальный кружок на заводе Серпа Молот, потом огромный конкурс в большой детский хор, который он блестяще прошел, а еще через год стал в хоре солистом. Записи его песен слушают до сих пор, полвека спустя. Сережа Парамонова знала и любила вся страна. Он уже в 10 лет мог сделать из песни «Шлягер», поэтому специально для него писали песни лучшие композиторы и поэты страны, вроде Александра Пахмутова и Роберта Рождественского. Это действительно был очень талантливый ребенок, которого называли советским Робертино Лоретти. 10 лет спустя, к началу 80-х, ситуация изменилась радикально. Лифт наверх был отключен, а талант ребенка в детской песне перестал иметь какое-либо значение. Значение имело только его происхождение. Все 80-е на телеэкранах страны царили дети, талантливые по праву рождения. Алла Пугачева в 83-м году вытаскивает в телевизор дочь Кристину Арбакайта в песне «А знаешь, все еще будет». В 1986-м Михаил Боярский, сын Сергея, хотя слушать песню про динозаврики без рыданий и конвульсий могли далеко не все. В конце 80-х в телевизоре уже голосили про собачку Олег и Родион Газмановы. И все было только так и никак иначе. Конец 80-х, начало 90-х – это время блатных деток и нет им числа. Илона Броневицкая, Владимир Пресняков-младший, Дима Маликов – чужие здесь не ходят. Даже какая-нибудь давно и прочно забытая по причине предельной безголосости Даша Аганезова и та была дочерью Ливона Аганезова, аккомпаниатора Владимира Винокура. Произошла очень простая вещь. Тогдашней эстрадной элите очень хотелось передать детям свои блага и привилегии. А чтобы бездарность и никчемность детей не так бросалась в глаза, да и самим было проще удерживать позиции, в телевизор просто перестали пускать новых людей, сколь бы талантливыми те не были. Ну или только из своего круга и за очень большие деньги. С тех пор так и скачут одним и тем же составом уже несколько десятков лет. Конечно, не певцы развалили СССР. Просто они очень наглядны в качестве иллюстрации, так как всегда были на виду. Глобальная проблема была в том, что точно такие же истории происходили во всех сферах деятельности. И не случайно сочинили анекдот про внука генерала, который не станет маршалом, потому что у маршала свои внуки есть. И про кандидатов члена ЦК КПСС Юрия Леонидовича Брежнева не стеснялись даже по телевизору упоминать. На самом деле, элите просто очень не хотелось делиться со всякими Сережами Парамоновыми, сколь бы талантливыми те не были. Им очень хотелось окуклиться и законопатить двери социальных лифтов досками крест-накрест. А поскольку устройство социальной системы СССР мешало им это делать, они поменяли социальную систему. И с тех пор живут весело и счастливо, надежно закупоренные. ПЕСНЯ 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 Это мой клип. Я тут за все заплатила. Весь клип мне испортили. ПЕСНЯ 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 Субтитры сделал DimaTorzok